Даже в идеальном саду есть вещи, которые нисколько не украшают пейзаж, например, крышки септиков или коннекторы поливочных систем. На помощь придут искусственные камни из интернет-магазина Хитсад. Благодаря внутренней полости они скроют выступающие с земли коммуникации. Качественная покраска делает искусственные камни очень похожими на натуральные. Их производят из армированного стеклопластика, долговечного и прочного материала. Жесткость каркаса позволяет выдержать вес взрослого человека. В то же время сами камни без труда может перемещать даже хрупкая женщина. Хитсад.ру – магазин садового декора. Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – лук и что, почему здесь полотенце, почему тут градусник, все вместе. Тема очень простая. Уже середина апреля, и все вы помните, что за две недели до посадки нужно прогреть лук. Как его прогреть в условиях городской квартиры? Да очень просто. У вас есть батареи, у вас есть вот такие толстые банные полотенца. Вы должны сделать такую подушку из полотенца, если они очень горячие. А температура нужна 40-45 градусов. Градусник вот он у меня. Да, температура дошла до 40, то есть при том, что я убрала с батареи, но температура даже сейчас держится такая же. Я проверяла за утро неоднократно, и этот лук при такой температуре, любой лук, должен пролежать 12 часов. Ничего обрезать предварительно не надо. Просто положите его на батарею. Я его закутала, естественно, в полотенце. Это было, это вот так все выглядело. Время от времени подходило и мерило температуру, выше 45 не поднимается. И это та температура, при которой вы избавитесь от сажистого грибка, от шейковой гнили, от всяких белых гнили, серых гнили, черных, и я даже называть их не хочу, потому что у лука их больше, чем достаточно просто. Это первое, что мы делаем для того, чтобы избавиться от возбудителей болезней. Запишите то, что я вам говорю, потому что вы осенью скажете мне 33 спасибо за то, что избавились от массы заболеваний. Иначе все лето приходится этот лук лечить. А если не лечить все лето, значит всю зиму придется его выкидывать. Это очень печально. У хозяйки всегда сердце кровью обливается, когда она выкидывает лук. Причем не по одной-две, а целыми вот такими горстищами. Значит, что мы сделаем перед самой посадкой за два дня? Вы уже помните, да? У нас такая программа была, но я хочу вам просто напомнить. Сейчас в прогревании 12 часов, а потом перед посадкой за два дня. А посадка у нас всегда до 5 мая, это день святого луки. И есть такой праздник, когда люди идут, пекут пироги с луком, с яйцами и несут в церковь освещать, как куличи, угощают всех. Это великий праздник. И вот именно перед этим праздником нужно лук отправить на посадку. Ну, не забыв смерить температуру. От плюс 6 до плюс 15-18 градусов достаточно. Значит, за два дня вы сделаете вот что. Если хотите по-северному, значит, обрежете третью часть луковки там, где хвостик. Если по-северному хотите посадить, я его очищу. Можете очистить вообще до гола, мы уже тоже об этом говорили. Значит, вот это вот целая луковичка. Вот это ее третья часть. То есть, если выбрали этот метод, обрежете. Зачем? Да затем, чтобы замочить его. Либо в навозной жижи, либо там она может быть и конская, и коровья. Она может быть и куриная. Только если вы будете готовить коровьего навоза, Жижу коровьего навоза, простите. Значит, вы возьмете банку литровую навоза, Добавите 9 литров воды, Намешаете, сутки настоите, А потом в этой жижи замочите лук. Обрезанный вот на одну третью сверху, Где хвостики, где перо выходит, Вы обязательно можете понаблюдать, Как туда заходит вот эта вот жижа. Она же имеет такую сильную, Господи, Боже мой, как сказать-то по-русски слов нету, Такую силу очищения. Это же моча животного, Это же, понимаете, да? Это же разъедает все. Она убьет всех личинок и червяков, Которые находятся за чешуйками. Они же не только за этими находятся. Они еще вот здесь вот, вот в донышке сидят. Готовые уже подсосать вот те молоденькие зачатки перьев, Которые должны выйти наружу. А мы их всех убьем. Но замачивать вы будете за два дня до посадки, И 24 часа подержите. Вот это то основное, Которое вы должны знать. Если вы не любитель таких замачиваний, Значит, перед посадкой, Значит, за пару часов лук надо отправить, Уже обрезанные хвостики. Хотя бы вот сам хвостик прихватите и обрежьте. Вот так вот вы должны замочить на полчаса в карбофозе. Это чтобы тех же личинок погубить. И на полчаса в максиме, Чтобы болезни не нахватать. А, кстати, я сказала только про жижу из животных, Крупно-рогатого скота, Из его отходов. Как это правильно сказать? Но забыла сказать про птичий. Вот если у вас есть птичий помет, Тогда всего стакан помета Плюс 9-10 литров воды. И все точно так же. Никто не сгорит и не испортится. Так нужно. Значит, дальше рассказывать не буду. Пока готовим лук к посадке. Как его посадить, мы покажем уже на даче. Сейчас еще грязновато. Я бы уже давно посадила. Значит, 12 часов греем при температуре 40-45. От зада, это за 2 недели до посадки. А за 2 дня до посадки мы его замачиваем, Обрезаем. Либо хвостик, либо на одну треть, Либо, значит, жижа какая-то там, Навоз или помет. Либо это карбофос и максим. Вот пока на этом я закончу. Всего вам доброго и до свидания. Выбирая сорта лука, Вы должны помнить, Что крупные луки, Они более позднеспелые. Лук по 100 грамм, Он, конечно, более скороспелый. Но хранятся луки не от того, Скороспелые они там или позднеспелые, А от того, Если много будет перегноя, Они будут золы. Они будут крупные, Но храниться будут плохо. А вот если золы в грядке будет много, Вот тогда будет лук вот такой. Пока.